Дорогие друзья, представляю вашему вниманию трейлер будущего фильма о круизе на теплоходе Мустайка Рим по Дону и Волге. Я приступаю к монтажу этого фильма, а пока, чтобы вы не скучали, посмотрите вот этот трейлер, где очень коротко будет рассказано о нашем путешествии. Надеюсь, что даже вот этот небольшой фильм заинтересует вас и, надеюсь, очень понравится вам, потому что молодежь любит все быстро, все энергично, и мои большие фильмы по 2, 3 и более часов смотреть отказываются. Поэтому, в первую очередь, для вас, дорогие молодые, а для тех, кто любит мои большие фильмы, подробные, с подробным рассказом о всех достопримечательностях, ответа на ваши вопросы, ну, немножко подождите, подождите, скоро фильм будет. Станица Старочеркасская, именно здесь стоит теплоход Мустайка Рим, здесь мы провели 2 дня, отсюда мы отправляемся в наше путешествие. Каждый вечер нас развлекают артисты. В большом фильме, кстати, вы услышите реальную музыку, реальные песни этих замечательных ребят. На следующий день мы отправляемся в Ростов-на-Дону. Нас туда отвезли на автобусах. В основном все туристы пошли на запланированную экскурсию. А мы встретились с нашими друзьями, друзьями нашего канала, с которыми мы вместе и отправляемся гулять по замечательной осени в Ростов-на-Дону. Этот город мы полюбили, мы побывали здесь несколько лет назад. Но оказалось, что осень, просто чудесная пора для Ростова-на-Дону. Собор был на ремонте, а сейчас, как видите, он уже открылся. И наш католет с удовольствием полетал над городом. Мы погладили всех котов и живых, и бронзовых. Понаблюдали на вот эту вот картину молодой зарождающейся семьи. Алла, как видите, уселась на котика. Она привыкла сидеть у меня на шее, ну а теперь на памятнике посидела. Получили в подарок пирожные. Отправляемся в станицу Старочеркасская в полет вместе с гусями и лебедями. Ну а вечером, каждый вечер в кафе, в ресторанах, в барах теплохода нас ждала развлекательная программа наших артистов. Вчера вечером наш теплоход отправился в плавание. Мы плывем по Дону. Каждое утро я буду встречать восход солнца и рассказывать вам, дорогие друзья, о том, как это замечательно выглядит. Алла даже умудряется и погладит солнышко. Мы расскажем вам о том, как нас кормили на теплоходе. А это было великолепно, как в самых лучших ресторанах. Здесь нас развлекали не только артисты, но и мы тут научимся рисовать. Хотя Алла говорила, что никогда она не умела рисовать и в школе не любила рисование. Конечно же, мы выпьем и вина, и шампанского. Потому что на таком теплоходе, пятизвездочном, как Настайка Рим, просто грешно не выпить вкусного вина. Мы в столице атомной промышленности, в городе Волгодонске. Подробный рассказ обязательно будет в моем фильме. Станица Романовская. Поздно вечером мы отправляемся с нее в дальнейшее путешествие. И держим путь на город Пятиморск. Пока на теплоходе не очень много людей. Но, тем не менее, каждый вечер артисты работают на все сто. В будущем фильме, я обещаю, вы увидите нереальные красивые, нереально красивые утренние пейзажи. Каждое утро я самый первый поднимался на крышу нашего теплохода и снимал для вас. Это тринадцатый шлюз. Мы подходим к городу Пятиморску. А памятник назывался «Соединение фронтов». О нем я вам, конечно же, подробно расскажу. Католет пролетает со свистом над нашим теплоходом. Вон Алла выглядывала из нашей каюты. Мы высадились в Пятиморске и отправляемся в скромный музей Волго-Донского канала. Никогда не думал, что в подобном музее мне будет интересно. Если будете в этих местах, рекомендую. Вы много узнаете впервые о том, как строили этот канал. Посмотрите, как тесно в шлюзе для теплохода «Мустай Карин». Он еле-еле-еле втискивался в шлюзовую камеру, оставляя буквально 30-40 сантиметров слева и права. Ну, а мы вечером перед сном отправляемся к нашим любимым артистам поаплодировать, послушать музыку. Ну и, конечно же, выпить коктейльчик. На теплоходе даже есть спортивный зал. Ужин. А вечером говорим «до свидания» очередному дню. Как всегда, я проснулся часов в 5 утра, еще до восхода солнышка. Сегодня, 20 октября, у нас город-герой Волгоград, город-герой Сталинград. Мы с трепетом ждали встречи с этим городом. Самый большой памятник Владимиру Ильичу Ленину, там, где Волгодонский канал выходит в Волгу. Мы с вами плавем уже по большой Волге. Вкусный завтрак на Мустай-Кариме. Ну, в общем, как всегда. Наш католет показывает нам вид на город с высоты птичьего полета. А мы отправляемся на экскурсию. Хорошие автобусы, хорошие скорсоводы. И прям с первого места уже были слезы на глазах. И уже в душе такой комок. И этот комок и эти слезы были практически на протяжении всего дня в городе Волгограде. Мамаев курган, родина-мать. Это поставляет неизгладимое впечатление. А в этом зале слезы были, по-моему, у всех. Практически у всех. Спасибо компании «Водоход» Мустай-Кариму за то, что приготовил нам для всех цветы, которые мы могли возложить. Музей «Сталинградская битва». Здесь мы посмотрели и ознакомились с экспозицией панорамы «Сталинградская битва». И мы идем на свой теплоход. Чтобы, плывя по Волге... Еще раз сказать спасибо. Спасибо за эту экскурсию. Сказать до свидания городу Волгоград. Нас впереди ждет еще большое путешествие. Наши дорогие артисты вечером нас развлекают во всех залах, кафе и барах. Каждое утро было не похоже на предыдущее. А какие ждут вас пейзажи в большом фильме? Это будет невероятно. Не вот такие вот по одной секундочке, а долгие, красивые, панорамные видео. Мы подъезжаем к городу Саратов. Мы сало здесь еще ни разу не были. Ни она, ни я. И поэтому, конечно же, встреча с таким великолепным городом была для нас праздником. Мы сначала приехали на гору, если не ошибаюсь, называется Соколиное. Здесь знаменитый памятник журавли. И отсюда открывается вид на весь город. Сам город произвел большое на нас впечатление. Он очень зеленый. Великолепная архитектура. Ну и осень, погода подфартила нам. Какой очаровательный вагончик трамвая, как будто мы где-то в Лиссабоне. Но самое сильное впечатление на нас в Саратове произвел художественный музей. А лестница из чугуна – это что-то нечто. Мы вернулись на наш теплоход «Мустай-Карим». С удовольствием поплясали, помахали руками. Сказали «До свидания» городу Саратов. А вечером пошли, порисовали картины, послушали наших артистов, музыкантов. Похлопали им. Я заснял ролики. Потом был конкурс «Угадай мелодия». В общем, как в хорошем пендерском лагере. Очень красивые берега у реки Волга. Солнце встает. Погода вроде бы пасмурная. Прям в каюте есть своя кофеварка. И можно насладиться утренним кофе. Уже похолодало, в отличие от Ростовской области. Пришлось одеть куртку, потому что вечером было холодно. А мы рисовали кисточек. А что еще рисовать котам, как не кисточек? Котолет совершил традиционный облет. А здесь нас встретили наши подписчики, друзья нашего канала. Они уговорили нас не идти на экскурсию со всеми. Сказали, что мы очень любим наш город, Самару. Мы вам сами этот город покажем. Мы согласились. Какая осень. Какие парки, скверы. Сколько замечательных памятников. Это, кстати, памятник Чапаеву. Чапаев родился где-то недалеко. И даже в центре города у нас получилось немножко взлететь на каталете и осмотреться вокруг. Сходили мы в монастырь. Огромная площадь. По размерам, по-моему, даже больше, чем Красная площадь. Музей Ильдара Рязанова, моего любимого режиссера. В общем, город нас потряс, удивил. И памятник ракете. Даже не памятник ракете, а самая настоящая ракета. Ну, конечно же, все знают пиво «Жигули». А именно здесь находится этот пивной завод. Мы попрощали, сказали «до свидания» нашим друзьям. Вот такого котика они нам подарили. Огромное им спасибо. Проплываем по Волге вдоль всего города Самара. Говорим ему «до свидания». Мы решили, твердо решили, что обязательно сюда еще вернемся. Может быть, на самолете, а может быть, на теплоходе. Потому что очень много, что еще хочется посмотреть в Самаре. И вам рекомендую. Утро 23 октября встретил нас хмурым небом и накрапывал мелкий дождик. Мы отправились в художественную нашу мастерскую. Даже я взял кисточки, хотя никогда не думал, что этим займусь. И разрисовал Карлсона. Алла еще одного котика нарисовала. Мы прибыли в город Казань. Казань встретил нас дождем. Дождем проливным. Был то дождь, то мокрый снег. К сожалению, я не смог снять все, что хотелось бы снять. Потому что снимать, фотографировать во время дождя крайне сложно. В Казани мы были уже раза два, раза три. Столица Татарстана радует тем, что невероятно красивый, чистый город. Благоустроенный, очень вкусная кухня, кулинария. В общем, если вы, дорогие друзья, не были в этом городе, вы очень много потеряли. А вот у них даже есть своя собственная Пизанская башня, Девичья башня, которая наклонена не меньше, чем Пизанская. Местные артисты нас порадовали своими танцами, песнями, шутками и прибаутками. Потом мы прогулялись по Арбату в городе Казань. Я сфотографировался с казанским котом, или казанский кот сфотографировался со мной. Конечно же, замечательный Кремль. Но все время шел дождь, дождь, дождь. И даже католет, к сожалению, не полетал. Рано утром наш теплоход прибыл в Чебоксары. Ни я, ни Алла никогда здесь не были. А здесь у нас была очень жесткая, к сожалению, альтернатива. Нужно было выбрать экскурсию или в Чебоксары, или в Йошкар-Ала. Мы решили Йошкар-Алу. Потому что посчитали, что в Чебоксары мы, может быть, как-нибудь заедем на автомобиль, а Йошкар-Ала все же находится вдали. И Йошкар-Ала привлекал нас своими картинками, фотографиями, какой-то непонятный, абсолютно нерусский город. И мы решили посмотреть своими глазами, что же это такое, что так привлекает сюда туристов со всего мира. Ну, сложно сказать. Сложно дать однозначную оценку. То есть это что-то непонятное, невероятное. Тут и Германия, и Бельгия, и Великобритания, и немножко Санкт-Петербурга, и немножко Москвы. Вот такой загадочный город Йошкар-Ала. Конечно же, вы должны сами сделать вывод об этом городе, а для этого надо здесь побывать. А это был Йошкин Кот. Я все долго думал. Вы видите, вот везде Йошкин Кот. И даже на водке, на вине, на коньяке. Что такое? Кто такой Йошкин Кот? А оказалось, опять фильм «Любовь и голуби». Он весь 2020 год нас преследует. Помните, главный герой говорил «Йошкин Кот». В общем, мы поняли, что сюда надо еще разочек вернуться. И Чебоксара хотелось посмотреть получше. Йошка-Ала осталась до конца неизведанной. Очень интересные города. Рекомендуем. Рано-рано утром, даже ночью, наш теплоход прибыл в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде мы бывали неоднократно. И кто из вас не был, кто проживает в Москве, я к москвичам обращаюсь. Очень рекомендую этот город, как расположенный относительно недалеко от Москвы. Сюда можно добраться на электричке, на скоростном поезде. И вы увидите огромное количество интереснейших достопримечательностей. Мы здесь тоже встретились с другом нашего канала и путешествовали по городу вместе. Прогулялись. В Нижнем Новгороде тоже есть свой Арбат. С огромным количеством красивых архитектурных достопримечательностей, смешных памятников. И, конечно же, всяких магазинчиков. Так как это было рано-рано утром, как видите, практически никого не было. Хотя вот здесь, возле Кремля, уже было много людей. Мы сходили вот в этот особняк. Про этот особняк мы даже никогда и не слышали. И даже пока нас не выгнали, немножко потанцевали с Аллой. Вот собор, кафедральный собор города невероятной красоты, восстановленный недавно. И далее мы отправляемся в город, или городок, или деревушку, городец. Честно скажем, никогда раньше мы про этот городок не слышали. Или, вернее, даже так мы слышали, но почему-то путали городец с гораховцом. Представляете, нам было даже немножко стыдно, но мы не стесняемся вам признаться в этом. Городок очень маленький, милый, напоминает немножко по темпам своего туристического развития, наверное, город Мышкин. Очень город быстро развивается, возят сюда много туристов. И у этого городка большие перспективы. А мы отправляемся по Волге дальше. Вот такой пряник нам подарили. В городец делают пряники городецкие. Я думаю, многие из вас даже это слышали. Посмотрите, какие великолепные пейзажи. Утренние волки, туман, восход солнца. И это то, что вы видите, это одна десятая часть. В большом фильме это будет показано намного интереснее. Здесь, к сожалению, каждый кадр одна-полторы секунды всего. Мы прибываем в город Ярославль. Один из самых наших любимых салых городов. Мы здесь бываем часто, и у меня есть фильмы об этом городе. Кому любопытно, посмотрите. Поэтому мы уже, так скажем, на правах людей, которые знают город, отправились на прогулку. Потому что осенью, кстати, осенью мы здесь, по-моему, не были. Были зимой, были летом. А вот осень великолепная пора. Мы здесь побывали впервые в такой студии Эмалис. Где нам рассказали о том, как делают эмаль, как рисуют стеклом. И вот этот котик, вы видели, это я сделал. Потрясающей красоты. Получился котик. И даже меня похвалили. Сказали, что лучший котик. И вот такой вот мини-город. Посмотрите, мини-города Золотого Кольца. Это же сколько труда вложено. Сколько детства нужно иметь, чтобы сделать такое потрясающее сооружение. Очень рекомендую. Особенно, если вы будете здесь с ребятишками. И нас ждал Ярославский художественный музей. Это бывший дом губернатора. Нам организовали настоящий прием с шампанским. Да, мы были в вечерних платьях. Музыка. Нам показывали танцы. Мы эти танцы разучивали вместе с танцорами, молодыми ребятами. И потанцевали, и катрили, и поскакали. Ну, в общем, провели время потрясающее. Ярославль встретил нас на пять с плюсом. Ярославль город, куда мы будем возвращаться вновь и вновь. Поэтому со слезами на глазах мы говорили ему до свидания, дорогой. Утренняя Волга. Уже похолодало. И мы прибываем в город Углич. 27 октября. Наш католет совершил облет. Показал вам красивые пейзажи вокруг. Еще неоднократно мы с вами взлетим. Городочек маленький. Побывали мы в гостях у местного жителя. Где он рассказал о своей жизни и быте. А вот католет практически охватил своим взглядом весь маленький Углич. Территория бывшего Кремля. Здесь артисты, местные артисты спели нам песни. В большом фильме вы услышите вживую потрясающие голоса, потрясающие пения. Нам очень-очень понравилось. Вообще город Углич мы любим так же, как и Ярославль. И более того, скажу вам по секрету, мы здесь в этом году второй раз. Так получилось. Первый раз мы были, когда путешествовали по северу России. Мы ездили в Карелию, потом в север России, в Вологодская земля. И перед Москвой заехали в Углич. И вот буквально прошло пару месяцев, и мы снова здесь. Нам подарили вот такие чудесные цветы, с которыми мы, стоя на крыше нашего теплохода, махали местным жителям, кричали им «до свидания, мы к вам еще вернемся». Было очень грустно. Грустно, потому что завтра уже Москва. Наше путешествие почти две недели практически завершается. Это было одно из самых интересных, ярких, запоминающихся путешествий 2020 года. Калязин, знаменитая колокольня утонувшего города. Прощальный ужин. Завтра нас ждет только завтрак. Артисты, капитан нашего теплохода, говорит слова благодарности своим туристам, а мы ему и всем артистам, которые помогали нам здесь жить. Наш круиз из Ростова-на-Дону в Москву завершается. Осталось пройти несколько шлюзов. Мы где-то уже на территории Московской области. Еще часа три, и мы будем в Москве. А вот уже самолет аэрофлота, значит, недалеко Шереметьево. Алла читает книжку. Я даже не представляю, как можно читать книгу, когда такие красоты вокруг. Мы пришли на завтрак. Как всегда, нас ждала красная икра, красная рыба. Вообще, завершая рассказ о круизе, хочу сказать огромное спасибо всему экипажу теплохода «Мостай Карим». Всем без исключения. От моряка и уборщицы до шеф-повара и, конечно же, капитан нашего теплохода. Все было организовано на высшем уровне. Все было вкусно, интересно, замечательно. И рисовали, и танцевали. А артисты как выступали? С душой. Каждый день. Поэтому, что могу сказать. Мы впервые совершили круиз, и я почему-то уверен, что это не последний раз. Спасибо огромное компании «Водоход» за этот круиз и за этот теплоход. А вы, дорогие друзья, кто еще не плавал в круизе, обязательно сплавайте. Это здорово. Это замечательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова